Товарищи, сегодня 1 мая 2019 года И здесь на Исаакиевской площади после митинга уже почти все разошлись Но было огромное количество борцунов, желающих побороться А вот как бороться, они не знают Они говорят о протестных действиях, о том, что надо всем куда-то выйти и так далее Значит, коротко объясняю алгоритм, как борьбы Как нам победить? Первое, учимся Если не учиться, то ничего не поручится Поручится у вас, чем более вы будете революционны Тем более фашистский переворот поручится в результате ваших активных действий Надо учиться Для учебы рекомендую Красный университет фонда рабочей академии То есть, если не хочет туда ходить Ну, читайте так, Гегеля, Капитар Науку логики Гегеля, Капитар Маркса И собрание сочинений Ленина, полное, синее, лучшее Хотя можно и четвертое, коричневое С самого первого тома начинаем Читаем Это раз Второе Оглядываемся в своем трудовом коллективе И начинаем составлять коллективный договор Я обращаю ваше внимание на то, что ни для учебы Ни для составления коллективного договора Вам никто, кроме вас самих, пока не нужен Есть у вас соратники, товарищи, кто-то еще, ради бога Нет у вас соратников, товарищей Все это можно делать одному Пишите проект коллективного договора Как его писать? Можно в интернете найти, там уже богато материалов На фонде, на сайте фонда рабочей академии Есть Выражены Лучшие кордоговора России Это кордоговора российского профсоюза Докеров первого контейнерного терминала Другие кордоговора В парне можно взять И читаете этот кордоговор и смотрите Эту статью можно взять без всяких изменений Эту статью надо как-то модифицировать К вашим потребностям А эта статья, она типично докерская Вам она не нужна, выкидывайте ее И на такой основе можно за неделю Ну за месяц на худой конец Набросать проект кордоговора А вот потом уже надо идти в люди Надо показывать этот проект Агитировать за него Говорить, чем он хорош Надо обязательно сделать выжимку из этого кордоговора Коротенькую на страницу Где перечислить все его преимущества Перед существующим кордоговором Вот, и тогда Чем лучше вы проделаете эту часть Тем больше шансов, что люди за вами пойдут Ну и само собой надо учиться Надо учиться разговаривать с людьми Но главным образом Надо учиться кордоговорам Надо учиться марксизму-ленинизму Тогда уже без всяких методичек о том, как разговаривать с людьми Вам с людьми разговаривать будет все легче и легче Вы это почувствуете Люди вас будут слушать Ну а потом надо вести барбузы этот кордоговор Надо идти в профсоюз действующий Или создавать новый профсоюз Если действующий профсоюз совершенно не вменяем Надо завоевывать большинство в коллективе Надо этот кордоговор отстаивать И само собой надо при этом смотреть по сторонам И по большому счету ничего не сделаешь Не только без профсоюза Но и без партии рабочего класса Рекомендую присмотреться к деятельности рабочей партии России И посмотреть А не стоит ли туда вступить и обрести там своих товарищей С которыми можно посоветоваться Даже если пока на работе у вас товарищей особенно нет А потом товарищи у вас на работе появятся И вы протокнете свой кордоговор Вернее не протокнете, а выйдете на забастовку Потому что просто так протокнуть без забастовки коллективный договор хороший Еще никому не удавалось Если вокруг вас точно так же на предприятиях будут забастовки То вы тогда вместе с этими предприятиями С своими товарищами Уже сможете организовать совет Что такое совет? Совет это орган представительный Куда входят представители стачкомов отдельных предприятий И которые договариваются не с отдельным капиталистом А со всеми капиталистами в городе В районе Ну или в округе какой-то Это будет совет Совет должен взять на себя Охрану правопорядка Это само собой делается И никто не мешает вам ходить по улицам И наводить порядок Никто не помешает Взять на себя какие-то вопросы снабжения Взять на себя еще какие-то вопросы И со временем тогда сложится система двоеврастия То есть когда будут советы со своей властью И будут нынешние органы власти со своей Но если все пойдет правильно Если вы будете действовать грамотно А это зависит опять же от первого пункта нашего разговора То тогда со временем советы смогут пересилить действующие буржуазные органы власти И сосредоточить в своих руках контроль за ситуацией Это и будет советская власть, товарищи Чего я и вам желаю И как можно скорее Еще раз с праздником Дорогие товарищи От лица Рабочей партии России Позвольте поздравить вас с Международным днем солидарности трудящихся Для трудящихся солидарность это сейчас главный лозунг борьбы Опять нам опубликовали статистику И оказалось, что доходы работников падают пятый год подряд А доходы 200 богатейших олигархов за прошлый год выросли на 11 миллиардов долларов Это та дань, которую олигархи, капиталисты снимают с трудового народа Выжимают соки И самая главная причина этого, конечно же, в неорганизованности трудящихся Поэтому Рабочая партия России призывает всех трудящихся Организовывать профсоюзы Вступать в боевые профсоюзы Бороться за интересы трудящихся Бороться с переработками Бороться за сокращение рабочего дня Эта задача под силам только боевым профсоюзам И Рабочая партия России Всеми силами помогает этому Несет научный социализм в рабочее движение Поэтому всех, кто борется за интересы трудящихся Мы призываем в ряды нашей партии 1 мая 2019 года Рабочая партия России Встретила уже в два раза больше по численности, чем в прошлом году Это говорит о том, что в народе просыпается дух борьбы За рабочее дело, за интересы трудящихся Так, товарищи, мы одержим победу над капиталом И сможем построить общество без эксплуатации Общество социальной справедливости Присоединяйтесь к Рабочей партии России Спасибо Дорогие товарищи, в переходе станции метро Садовая Висел рекламный плакат о работе в Макдональдс Там указано, что мне платят вовремя То есть уже этот факт, само собой когда-то разумеющийся Выставляется как достижение Поэтому желаю всем трудящимся успехов в организации и в борьбе за свои права С 1 мая Дорогие товарищи, меня зовут Шилов Дмитрий Юрьевич Я рабочий, член Рабочей партии России И сегодня, в этот праздничный день, я хочу поздравить всех трудящихся И напомнить, что это день солидарности Солидарности всех рабочих, всех трудящихся Всех, кто трудится, честно добывает свой хлеб, как говорится, в поте лица своем И в этот праздник я хочу напомнить, что все, что добились мы, рабочие, наши предшественники Восьмичасовой рабочий день, за который боролись российские рабочие, большевики Это все было достигнуто коллективными действиями В тяжелой борьбе И дальнейшее улучшение, улучшение нашего положения Мы можем добиться только своими собственными силами Организовавшись профсоюзы Организовавшись профсоюзы В борьбе за прогрессивные коллективные договоры В которые нужно включать требования за 6-часовой рабочий день, в первую очередь Потому что это требование позволит нам, трудящимся, улучшить свое положение То есть высвободить время для дальнейшей борьбы За заработную плату, за улучшение условий труда Но без этого требования за 6-часовой рабочий день Вряд ли у нас будет время для дальнейшей борьбы И капиталисты, наоборот, стараются увеличить рабочий день То есть переработки, увольнения, сокращения Все это увеличивает нагрузку Увеличение пенсионного возраста Увеличивает, очень сильно увеличивает нагрузку на рабочий класс Рабочий класс является самой прогрессивной силой общества Это, как говорится, мышцы, мышцы общества И рабочий класс деградирует сегодня И поэтому деградирует все общество И пока мы, рабочие, не осознаем, что на нас лежит эта ответственность И не начнем бороться за свои права Нас дальше будут угнетать Отбирать у нас те блага, которые были достигнуты рабочим классом всего мира Капиталисты Без борьбы не будет никакого развития У нас заберут последнее, если мы не будем бороться Поэтому я призываю вас, товарищи рабочие И все, кто считает, что главная производительная сила От которой зависит развитие в России Это рабочий класс Будет развиваться рабочий класс Будет Россия подниматься И призываю вас, вступайте в рабочую партию России Мы агитируем за 6-часовой рабочий день Это коренное улучшение всего положения рабочего класса Сейчас это лозунг такой, который Уже от него, от выполнения его зависит выживание Можно сказать, рабочего класса И развитие экономики страны Так что давайте вместе включаться в эту борьбу И победим вместе с партией рабочего класса Спасибо 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 Спасибо